А как же, а где доказательства вообще существования Бога? Первое, о чём мы должны сказать. Не смешивайте доказательства математические с доказательствами историческими. Вот требуется доказать, требуется доказать, что существует, что в Африке живёт длинно шея трие на конце, животное. Под названием жирафа требуется доказать. Говорят, чушь, чушь не может существовать. Где ей, где-то она, львы живут? Шея такая длиннющая, да перегрызут, а защиты никакой нет. Да не может выдержать конкуренции. Другие говорят, да вы что, такая длинная шея, гипертония-то какая, все сосуды полопаются. Но одним словом, другие говорят, нет, есть. Как доказать существование жирафы? Как доказать? Два способа. Что значит в данном случае слово «доказать»? То есть убедиться, что она всё-таки есть. Два способа убедиться. Первый способ – поверить тем, кто видел. Второй. Второй. Поехать туда и посмотреть. Или в зоопарк, по крайней мере, в московский. Поехать самому и посмотреть. Только, оказывается, два способа. Доказать существование чего-либо. Это или поверить, или проверить в отношении религии. Поверить. Первое. Как обстоит дело здесь? Хочу вам сказать, по крайней мере, ну, ссылаясь на христианство. Люди разных эпох образовательного уровня, культурного уровня, социального положения, национальностей. Люди, которые, не зная друг друга, но следуя тому пути, который указывает Евангелие, вдруг, слышим, с разных сторон и с разных периодов времени одно и то же. Что они встретились с Богом. Не просто чего-то пережили такое, а с Богом встретились. История за тем, что говорит. Миллионы мучеников. Не фанатиков. Вы найдёте их где угодно. Можно пострадать за идею, за доказательства, за какое-то дело. Можете найти десятки, сотни. Миллионы мучеников пострадали за это. Причём, решит и утверждает, да, я именно пережил Бога, а не просто что-то такое. Дальше. Только я сейчас сказал. Вот в Советском Союзе, вы же знаете, атеизм был единственным научным же мировоззрением. Так? Так вот, были брошены все усилия на то, чтобы найти хотя бы одно нерелигиозное племя в мировой истории. Не найдено. Ни одного народа не было. А такое объяснение, такое смехотворное, что люди, не зная, как объяснить явление природы, выдумали идею Бога. По этой причине, что на это сказать? Да величайшие учёные всех времён, которые мы видим, до настоящего момента, до этой секунды, многие величайшие учёные прямо заявляют. Да, я верю в Бога. Уж не мы ли умнее и более образованы, чем они? Дело совсем, значит, не в этом. Итак, доказательства события Бога. Первое. Огромное количество свидетелей. Второе. Пожалуйста, человек, вы желаете проверить, да? Правда или нет? Вы хотите проверить? Ну, голубчики, когда мы хотим, может ли быть то и то – это моё состояние, я должен что-то сделать? Надо это сделать. Причём путь, оказывается, замечательный, в отличие от всего прочего. К чему призывает христианство? Не к каким-то, знаете, йоговским упражнениям, не к наркотикам, не к экстазам. А к чему призывает-то блаженный чистый сердцем, ибо они узрят Бога. К чистоте призывает, к красоте души призывает, к чистой абсолютной нравственности призывает, а не к каким-то, знаете ли, там, самовнушением, к реальным совершенно чистым вещам. Хочешь, человек, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. И это подтверждается, ещё раз вам говорю, всей историей существования религии в мировой, в мире. От тех истоков, которые доступны исторической науке. Вот как доказывается. А Наполеон был, кстати, или нет? Не знаете? А как доказать? Как доказать? И сейчас мы начнём. Вот у того-то написано, вот у сего-то написано, что он был. А я вам подсуну книжечку, скажу, а вот там, пожалуйста, автор, автор пишет. Пишет прямо исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта, где он все объясняет эти все штуки, наполеонские походы, астральными там всякими объяснениями. Наполеон это говорит – и не было. Здорово! Вот так. Вот что такое доказать, доказать существование чего-либо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok